В совещании актива города, исполняющей обязанности главы муниципального образования, Арслан Арсланов начал с подведения итогов прошедшего накануне масштабного спортивного мероприятия. Он поблагодарил всех задействованных лиц за содействие и активное участие в подготовке и проведении международного турнира по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетия. Организационные моменты, торжественная часть и само спортивное мероприятие прошло на достаточно высоком уровне. Без эксцессов каких-либо. Охрана общественного порядка была на высоком уровне. И подготовка в целом по городу. Особо хочу отметить торжественное открытие, культурную часть. Было грандиозное шоу. Хочу поблагодарить ответственных, которые были закреплены за командами. Все отнеслись к своим обязанностям достаточно хорошо. И как мы, хасаюховцы, можем это делать, можем проводить. Вот так это хорошо, красиво было проведено. Значит, и оценка со стороны и республиканских властей тоже была дана нам положительной. Поэтому еще раз спасибо всем. Далее совещание плавно перешло в рабочий режим. О готовности города к зимнему сезону доложили представители всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства. В том числе и заместитель главы администрации Игорь Распудько, директор горводоканала Мурат Дибиров и руководитель организации, отвечающей за теплооснабжение города Дайдбек Султанбеков. О состоянии подготовки к отопительному сезону также рассказали и представители многих других организаций. В первую очередь вопрос касался учреждений социальной значимости. Это больницы, школы и детские сады. Вот сегодня будем запускать. Работы идут. Две апресовки, две мелкие идут. А так все же у нас работа в состоянии. Немаловажным вопросом, обсужденным в ходе встречи, стала финансовая и налоговая ситуация, о которой доложили начальник финансового управления администрации города Хасайюрд Магомед Шахвеледов и заместитель начальника федеральной налоговой службы Муса Магомедов. Завершилась встреча информацией от исполняющего обязанности главы города Арслана Арсланова. 4 ноября будет отмечаться государственный праздник – День народного единства. Он призвал все организации и предприятия включиться в празднование и провести соответствующие мероприятия на местах.